Здравствуйте всем, мои дорогие друзья! Сегодня будет очень грустное, печальное видео о моей жалкой и ничтожной жизни, о которой мне даже стыдно рассказывать всем, но тем не менее я не вижу другого выхода, потому что, возможно, кому-то моя история чем-то не поможет. Например, если в вашей жизни более-менее всё хорошо, но вы чувствуете, что вам чего-то не хватает. В этом видео я хочу рассказать вам о том, как я за свою жизнь. Я фактически, знаете, как говорят, жизнь – это шанс, а я свой шанс просто-напросто никак не использовал. Ну, а был ли он вообще, вот, учитывая мою жизнь, я даже и не знаю. В общем, ну, давайте обо всём, ну, по порядку. Ну, как вы уже, наверное, заметили, ну, то есть я… Меня нельзя назвать каким-то обычным человеком, потому что мне не повезло с внешностью, мне не повезло с ростом. Ну, то есть у меня из-за детства, ну, косолазие, заикание, и, ну, рост всего лишь, ну, метр на пятьдесят, ну, то есть… И сейчас, вот, ну, по истечению уже, ну, 30 лет жизни, я однозначно убедился в том, что даже уже там в детстве я, ну, должен быть, ну, понять, что мне в жизни ничего хорошего не светит. Ну, так, ну, получилось, что я, ну, родился вот с такими, ну, дефектами, с такими, ну, проблемами вот с внешностью, ну, которые, можно сказать, испортили, ну, разрушили мою жизнь. То есть многие там могут сказать, да, там есть, ну, какие-то, там, не знаю, ну, люди там, ну, без рук, ну, без ног, но, тем не менее, они там, ну, как бы, живут, не отчаиваются, но у таких людей, я считаю, ну, как бы, у них совсем, ну, три, ну, приоритета, ну, то есть, а я, ну, как бы, ну, как и все остальные, вот, нормальные люди, я хотел бы быть счастливым. Ну, еще в самом, ну, раннем детстве я, ну, понял, что у меня никогда не будет ни девушки, то есть ни отношений, то есть, ну, потому что еще даже в садике я, ну, постоянно был объектом насмешек, насмешек со стороны, ну, девочек, ну, в том числе со стороны, ну, мальчиков, ну, которые оскорбляли меня, ну, то есть называли меня, ну, косолазом, называли меня уродом, я не держу на них зла, потому что уже на тот момент, вот, мне тогда было, ну, лет пять, хотя говорят, что, ну, как бы, осознанный возраст, он наступает где-то там в пятнадцать лет, ну, ну, как минимум, но тем не менее уже в то время я чувствовал, что я гораздо хуже всех людей, то есть я некрасивый, я страшный, я низкий, я заикаюсь. Вот эти, ну, люди, ну, то есть они, ну, как бы, ну, были абсолютно нормальными, с нормальной внешностью, и в итоге я, ну, ну, как бы, выделялся на их фоне, ну, выделялся не с хорошей стороны, с стороны, вот, а, естественно, с плохой, ну, то есть я, если там, ну, какой-то случайный человек заходил там, например, в высадь, то он там невооруженным глазом видел, что-то я, но, как бы, по сравнению с остальными детьми, я некрасивый, ну, то есть и я даже, ну, по их высляду видел, что если они совершенно, там, случайно, ну, бросали на меня высляд, то я видел, ну, ну, полнейшего чувства, ну, разочарования в их глазах, потому что они, ну, как бы, видели мое лицо. Шли года, ну, то есть, ну, когда я начал учиться в школе, ничего не изменилось, потому что с возрастом, как бы, ну, дети создают все больше и больше жестокими, то есть меня оскорбляли еще, ну, больше, ну, то есть меня уже даже не как-то завуалировано, ну, ну, прямо вот называли некрасивым, то есть меня называли, ну, карликом уже, ну, потому что в школьном возрасте уже стало заметно вот это отличие, ну, роста от всех остальных, то есть я был всем либо, ну, по грунтам, либо же еще даже ниже, и, соответственно, со мной никто никогда не хотел дружить, вот. Ну, ну, потом уже, ну, так все, ну, продолжалось там и в техниках, ну, то есть, ну, которые я, ну, как и в школу очень часто, ну, прогуливал, чтобы не сатановиться в очередной раз, то есть объектом, на который все выливали зло, ну, то есть меня и оскорбляли, иногда даже и, ну, били, ну, с горем, ну, по валам, то есть закончился вот этот этап в жизни, то есть, ну, я, ну, думал, что, ну, после окончания учебы моя жизнь хоть как-то наладится в лучшую сторону, ну, шли годы, ничего не менялось, то есть я уже на то время никогда не возглавил на себя, ну, каких-то надежд, то есть я не строил, ну, каких-то, ну, планов на жизнь, я не питал каких-либо иллюзий, вот, и даже мои, ну, родители, то есть они, ну, прекрасно, ну, понимали, что с меня ничего не получится, то есть не, там, не знаю, в какую-то, ну, карьеру я не смогу построить ни в плане, там, создания семьи, ну, потому что, опять же, не в подростковом, не уже, там, совершенно летнем возрасте у меня никогда не было, ну, девушки, то есть у меня не то, что не было, ну, каких-то серьезных, вот, отношений, у меня не было даже, ну, каких-то, ну, банальных, вот, там, не знаю, я никогда не дружил, там, с девочками, потому что и... И, ну, было неприятно даже находиться со мной, со мной, ну, рядом, ну, то есть не то, что, что тут оно больше, то есть я где-то в возрасте, там, ну, 15, 18, ну, 20 лет я еще, ну, пытался, то есть знакомиться, я, ну, пытался, там, ну, писать, ну, различным, ну, девушкам, ну, в итоге абсолютно от всех я получал отказ, то есть независимо от их, ну, данных, то есть, ну, потому что, ну, так или иначе, я хуже, чем абсолютно любая, вот, чем абсолютно любая девушка, я хуже, чем абсолютно любой, ну, парень, ну, то есть зачем ей, ну, тратить время, свою жизнь на меня, я, если она может найти, ну, какого-то нормального, то есть, ну, красивого, высоко, там, и с нормальной внешностью, ну, без каких-то, ну, дефектов вот этих... Я уже давно сумерился, то есть с тем, что у меня никогда не будет, ну, девушки, с тем, что у меня никогда не будет, ну, какой-то, ну, блестящей, ну, карьеры, ну, потому что вот сейчас, ну, даже за 30 лет я нигде не работал, я нигде не работал, то есть, ну, так, серьезно, серьезно, я имею в виду, то есть за всю свою жизнь я проработал где-то несколько недель, либо же, ну, месяц, ну, потому что, ну, так или иначе, я считаю, что должен быть вот такой, ну, как, ну, так сказать, фундамент в жизни в виде, не знаю, там, взаимной симпатии, в виде, ну, того, что у вас, там, напрямую, ну, вот, ну, как бы, многие знакомятся, там, со своими, ну, будущими женами, и еще, там, в школьном возрасте, соответственно, потом уже найти, ну, девушка абсолютно нереально, ну, то есть, они уже все заняты, становятся, и в итоге, ну, то есть, я, ну, понимал, я всегда у себя в голове держал вот эту, ну, мысль, ну, то есть, зачем мне идти на работу, если, ну, кардинально, ну, она ничего в моей жизни не изменит, то есть, не какая-то, там, зарплата, там, даже если бы я, там, получал миллионы, там, ну, чисто ипотетически, то если бы даже, ну, какая-то, ну, девушка согласилась со мной встречать, ну, то бы она бы со мной встречалась чисто из-за, ну, денег, ну, то есть, она бы ни в коем случае не любила меня, ну, потому что, ну, ну, как бы, ну, такого, как я, невозможно, ну, полюбить, ну, ну, как бы, ну, потому что у меня отвращающая, то есть, омерзительная внешность, ну, ну, то есть, мне это очень часто говорили и девушки, там, и другие, вот, там, незнакомые, но люди, то есть, совершенно случайно, ну, то есть, там, случайно, ну, прохожие. В итоге, сейчас вот, ну, по состоянию на сегодняшний день, ну, то есть, я ничего абсолютно не добился в жизни, то есть, у меня нету абсолютно ничего, то есть, я ничего не заработал, я ничего там не купил, то есть, у меня нету ни денег, то есть, самого главного, но так или иначе, в жизни, потому что у меня даже нету стремления, там, к деньгам, потому что, ну, понимаю, то есть, но деньги, ну, то есть, мою жизнь никак не улучшат, то есть, никакие, там, пластические операции, то есть, они не изменят мою внешность, потому что, ну, не существует вот таких пластических операций, которые бы могли изменить меня во всем, то есть, то есть, и внешность, и этнородность, и заикания, но проблемы во всех сферах, во всех плоскостях, так сказать, и внешности, и внутренней. То есть я страдаю очень сильно большой социофобией, соответственно, вот это тоже повлияло на то, что я никогда не стремился устраиваться на работу, хотя моя достаточно была такой тяжёлый случай, потому что любой бы нормальный человек на моём месте работал, помогал моим родителям, которые уже там как бы пенсионеры, но более много того, у них двоих группа инвалидности, и любой бы там ребёнок на моём месте, любой бы нормальный сын бы сотрался как-то улучшить их жизнь, а вместо того, чтобы помочь им, я наоборот, ну как бы сижу у них на шее, то есть я нигде не работаю, ну то есть они меня обеспечивают. Ну конечно же мне стыдно осознавать вот такую свою ущербность, но тем не менее я ничего не могу и заменить, ну потому что, ну так или иначе, я считаю, что для того, чтобы там пытаться в жизни что-то и заменить, то есть, например, к чему-то стремиться, в жизни должно быть хоть что-то хорошее, вот например, там, если бы у меня была девушка, ну тогда, возможно, она бы как-то повлияла на моё мировоззрение, то есть на мою мотивацию, но, соответственно, в наше время, ну то есть большинство девушек, ну то есть они хотят встречаться, ну то есть с обеспеченным там, с амбициозным, с целеустремлённым мужчинам, ну такие, ну как я, ну как бы не нужны от слова совсем. Ну каждый день я практически плачу, ну поначалу, потому что ничего не способно уже изменить мою жизнь в лучшую сторону. Даже на банальные вещи у меня нет денег, например, там на здоровье, ну потому что с недавних пор, то есть у меня начались большие проблемы с зубами, ну то есть фактически там через пару лет я уже останусь полностью без зубов, то есть но денег на стоматолога, учитывая, ну какие там цены у меня, абсолютно нету вот, ну то есть даже если бы я каким-то чудом устроился на какую-то вот обычную вакансию, то есть я бы там даже за всю жизнь не смогу заработать на решение там чисто своих, ну проблем зубами, не говоря уже о чём-то, ну более там, например, там на пластические операции, да, и ну то есть так или иначе в жизни должно быть хоть что-то хорошее, там, что-то бы, ну помогало, там, ну то есть ну давало веру, что там со временем жизнь изменится. У меня же этого ничего нету, то есть меня абсолютно никто не понимает, ну то есть меня все считают, ну каким-то лентяем, там, ну тунеядцем, то есть ну у которого лишь жалкое такое ничтожество, то есть ну которое в 30 лет, ну как бы сидит на шее у родителей, ну, ну то есть я, конечно бы, ну как бы я, ну понимаешь, что я живу как-то неправильно, но в моём случае, то есть все попытки, то есть они заведомо обречены на провал, ну потому что для того, чтобы что-то, ну, делать, ну то есть я считаю, что человек должен, ну как бы хотя бы, ну видит ради чего он это делает, а если я там даже устроюсь на работу, то есть ну девушка у меня от этого не появится, мне, ну, ну придётся вот на абсолютно любой, ну работе, то есть независимо от зарплаты, независимо от условий, то есть мне, ну придётся так или иначе, ну прилагать, ну, ну просто в таких, ну, больших усилий, ну ради того, чтобы, ну просто, там, грубо говоря, находиться там с утра до вечера, там, ну каждый день, там, и в итоге, ну как бы я, ну по сути-то и ничего не получу, ну то есть да, там какие-то, ну деньги, ну которые, ну опять же, максимум, ну дадут мне возможность, там, не знаю, умереть с голоду, но не более, то есть ни о каких-то глобальных переменах речь идти не может. Соответственно, я уже давно сумерился, что у меня нету и никогда не будет, то есть ни собственного жилья, там, то есть я никогда не съеду от родителей, у меня никогда не будет машины, у меня никогда не будет, ну даже, ну банальных, вот, ну карманных, ну денег, то есть я никогда не смогу, ну купить, там, не знаю, что-то из, ну техники, не знаю, я никогда не смогу, ну поехать, там, на отдых, ну куда-то, даже, ну какие-то, ну банальные, вот, там, ну курорты, ну которые большинство людей считают, там, с самыми, ну примитивными, то есть, там, в Турции, либо же в ГИПТ у меня никогда не будет даже на вот это ну денег, да, и в принципе то есть зачем мне туда ехать я если мне как бы не после чего отдыхать, то есть ну люди же едут туда там в отпуск, а я в своей жизни то я в общем-то и никогда не работал то есть мне не после чего отдыхать ну физическом на плане, но те кто вот такие ну как я, то есть они меня прекрасно ну поменяют ну понимают, то есть они ну понимают, ну как мне тяжело ну психологически, то есть каждый новый новий день, то есть приносит боль, страдания и абсолютное безразличие к жизни, потому что я прекрасно понимаю что завтра там ничего не изменится, то есть я все буду ну так же оставаться вот таким, то есть некрасивым ну, то есть, низким заиканием со всеми вот этими проблемами, но которые полностью перечеркнули мою жизнь и не дали мне абсолютно никакого шанса для того, чтобы выдохнуть полной грудью. Да, ну, то есть, наверное, после просмотра моего видео многие вздохнули с облегчением, потому что они невольно сравнили свою жизнь с моей и в итоге они поняли, что в их жизни еще не все так плохо. Если же так, я, ну, как бы, очень рад вот этому, потому что, значит, я записываю это видео не зря, но, несмотря на то, что, ну, конечно же, мне очень грустно осознавать, что моя жизнь, то есть, она максимально ущербная, она максимально вот такая, ну, с точки зрения обычных людей ненормальная, то есть, вот такая затворническая, но, тем не менее, хотя бы, ну, какая-то вот, ну, польза было вот от вот этого видео, да, там, ну, конечно, есть еще люди с похожими судьбами, но, тем не менее, я думаю, я надеюсь, что у вас все не так, но плохо, ну, потому что в моем случае, то есть, нету абсолютно никакой надежды вот на лучшее, никакого шанса, что что-то изменится в лучшую сторону, ну, то есть, потому что мне для каких-то, даже для начала, ну, каких-то перемен, ну, то есть, мне, ну, как минимум, нужно бы было, ну, то есть, стать совершенно внутренним человеком, ну, то есть, ну, просто-напросто, ну, переродиться, ну, родиться вот в другом, ну, теле, ну, только, ну, ну, тогда вот я смог, ну, как-то жить, ну, по-другому, а в моем случае, то есть, у меня и не было возможности жить, ну, как-то, ну, по-другому, ну, потому что я, ну, думаю, что, несмотря там на какие-то мотивирующие истории, в моем, ну, теле, ну, то есть, абсолютно любой бы человек, ну, прожил бы жизнь, ну, точно оно так же. В общем, было такое видео, если вам понравилось, ставьте ему палец вверх, ну, подписывайтесь на канал, и до встречи в новых видео.